Варварский, гнусный, шокирующий геноцид Это слова Гитлера, а не иначе Путину наплевать на свой народ, на своих солдат и на этнических русских Многие лучшие люди уехали из путинской России Мои ощущения, российской элиты Все они в полном шоке Они не ожидали, что Путин зайдет так далеко Новые санкции должны вводиться каждую неделю Нефть и газ – это прямая субсидия путинской машины для убийства Борьба за независимость и демократию, которую вы ведете Это самая важная борьба в мире Здравствуйте! Вы смотрите телепроект Freedom Объединенный телевизионный марафон ведущих украинских телевизионных групп Я Сакен Аймурзаев, ведущий телеканала Дом И это мои интервью в рамках проекта Сегодня гость этого разговора – Майкл Макфол Американский ученый, профессор, дипломат и политик Человек, который очень поддерживает Украину Особенно в последний месяц Майкл Макфол – американский ученый-политолог, дипломат, профессор Стэнфордского университета До февраля 2014 года посол США в Российской Федерации До этого – спецпомощник президента Обамы по вопросам безопасности И директор отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности США Считается также специалистом по демократиям, антидиктаторским движениям и революциям Рад вас приветствовать, спасибо, что нашли время для нас Это очень важное, то, что вы делаете последний месяц Неоценимо для Украины и для демократии Первый вопрос человеческий Как вы увидели то, что было в Буче? Что вы чувствуете? Потому что мы все в Украине до сих пор в шоке от того, что мы увидели Рад вас видеться, Кен, спасибо за приглашение В эти ужасные времена для вашей страны И моя жизнь изменилась до неузнаваемости У меня есть постоянная работа, я преподаю здесь, в Стэнфордском университете Руковожу крупным исследовательским институтом Под моим руководством работает 400 человек И нас, как и многих других американцев Очень беспокоит то, что происходит в вашей стране Мои часы, мои дни проходят в попытках быть вам полезным И в попытках остановить эту войну Я разговариваю с моим правительством, с членами Конгресса Сотни из них Устраивая общественные дебаты Нет ничего важнее, чем остановить эту войну Что касается Буче, я не могу подобрать подходящие прилагательные Это ваварский, гнусный, шокирующий геноцид Это первые слова, которые приходят на ум Все то, что происходит, это немного и моя личная история Моя личная рефлексия Ведь я давно знаю Путина Я познакомился с ним в 91-м году Свою первую статью о том, что Путин станет диктатором Я написал в марте 2000-го года Представьте, 22 года назад Он еще не был избранным президентом Всего лишь исполняющим обязанности Я написал много статей, 60 статей и книг, в которых есть слово Путин Я недавно проверил это в своем резюме Но я хочу быть честным до конца Я никогда не представлял, что он будет совершать эти гнусные преступления против человечества Я недооценил это А еще я недооценил русских Знаете, в моем мире идут большие дебаты о Путине и русских Путин против России И я думаю, мы должны признать, что это сделали российские солдаты Мысль о том, что солдаты сделали это, потому что боялись Путина и должны были это сделать, я считаю неверной Это подрывает мою собственную оценку русского народа Так как еще никогда в своей истории он не делал ничего подобного Ну и наконец Я хочу подчеркнуть, что Путину наплевать на свой народ На своих солдат и на этнических русских Я думаю, его пренебрежительное отношение к человеческой жизни действительно шокирует Ничего подобного я в жизни еще не видел Известная вам и моя подруга-журналистка Наталья Геворкян, которая живет во Франции Она написала сегодня очень интересную мысль Та сила, с которой российская пропаганда опровергает Бучу Говорит о глубоком страхе Осознание того, что они сделали Разделяете ли вы это мнение? Это очень интересный аргумент Я бы отметил две вещи, которые меня поразили Это типичная идея путинской пропаганды С одной стороны, если бы он хотел не показывать миру эти зверства Они могли бы, к примеру, закопать тела Но они решили это сознательно Потому что они хотят, чтобы вы, украинцы, увидели это Потому что они хотят оказать давление на президента Зеленского Чтобы он провел переговоры и положил конец этим преступлениям И в то же время они это яростно отрицают Это тактика, которая мне хорошо знакома Русские хотят убедиться в том, что все знают, на какое зло они способны Ну и заодно убедить всех, что это была операция британской разведки И что они тут ни при чем Это, конечно, аргументы для внутреннего потребления Для сибирских бабушек А еще для китайского и индийского правительств Арабских стран Которые были трагически нейтральны В отношении этих злодеяний Повторю еще раз Они не пытались скрыть свои преступления Они хотели, чтобы вам было страшно И буквально сразу после того, как мы увидели эти преступления в Буче В России появилась статья политтехнолога Сергейцева Что Россия должна сделать с Украиной И от этой статьи не менее страшно, чем от того, что мы увидели на фотографиях и видео из Бучи Как относиться к этому? Это очередной бред и блеф? Или это действительно их программа? Я вижу в этом двойную пропагандистскую стратегию Статью эту я, конечно, читал И она ужасна Это слова Гитлера, не иначе Другого сравнения у меня нет Извините, я знаю, что некорректно сравнивать любого лидера с Гитлером Но отголоски мировоззрения Гитлера Были очень заметны в этой статье Просто напомню Она была опубликована под контрольным государственным российским СМИ Это не какое-то независимое право фашистское издание Вам нужно одобрение власти, чтобы опубликовать это Я знаю, как хорошо работает эта система Так что это было сделано намеренно Чтобы напугать украинцев ужасными поступками Путина И параллельно, конечно, официальная власть Такие люди, как господин Песков Продолжают общаться с западным миром Пресс-секретарь Путина очень изысканный Он бегло говорит по-английски И его работа — разговаривать с такими людьми, как я Мне или таким, как я Такие люди, как Песков, скажут Ну, эта статья всего лишь мнение, а не официальная политика Такое поведение Очень распространенная пропагандистская стратегия российского правительства Выдвигать оба аргумента одновременно Вы вспомнили Пескова В последние дни есть публичный конфликт между им и Кадыровым Вы, как человек, изучавший, не просто изучавший Вы жили в России, были послом И со многими из них общались И запах этой системы хорошо знаете Можно ли говорить, что там назревает какой-то раскол элит? И действительно, мы наблюдаем время, когда все может поменяться изнутри России Во-первых, иногда эти вещи постановочные Я думаю, нам не стоит слишком радоваться Видя, как Песков с Кадыровым спорят Потому что это может быть инсценировка Ну и во-вторых, мои ощущения российской элиты Кого я имею в виду? Это бизнес-элита Либерально настроенная элита в российском правительстве Ну и, например, в Центробанке Герман Греф, тот, что возглавляет Сбербанк Так вот, я думаю, что все они в полном шоке Они не ожидали, что Путин зайдет так далеко И они не ожидали, что Запад отреагирует такими всеобъеблющими санкциями И поэтому они теперь понимают, что комфортная жизнь И для них, и для их детей, и для их внуков Закончилась Путинский ближний круг и силовики Те же Патрушев, Бортников, Сечин Они, вероятно, поддерживают войну Но я сомневаюсь, что партия войны слишком многочисленна Мне было бы очень интересно знать, каковы отношения между Старыми подлыми людьми из КГБ, которые работали в разведке С Путиным И российскими военными генералами Вы знаете, существует давняя напряженность между этими двумя организациями Восходящая к Сталину и к началу Второй мировой войны В самой армии Наверняка есть люди, которым приказали вести эту войну Но которые на самом деле ее не хотели Им не нужна была эта война И теперь их дела плохи Они показали, как плохо подготовили свою армию Скрывается глубокая-глубокая коррупция в российском военном и военно-промышленном комплексе А значит, жизнь этих людей будет разрушена навсегда Я готов поспорить, что в их кругах уже вовсю ищут ответ на известный русский вопрос Кто виноват? Но то, что такие разговоры ведутся, не означает, что они приведут к дворцовому перевороту Или революции О таких вещах говорить преждевременно До сих пор у россиян было очень мало так называемых политических дезертирств Самое заметное из них Анатолий Чубайс Это важно, на мой взгляд, по нескольким причинам Я знаю Чубайса 30 лет Он работал с Путиным в Санкт-Петербурге в начале 90-х И помог возродить карьеру Путина Помните, он был начальником штаба Бориса Ельцина в 90-х Это он привел Путина в Москву и дал ему работу Это важный факт, я думаю, что многие люди забывают Что Путин всегда был против распада СССР И не использовал всю эту нынешнюю националистическую риторику Первые 10 лет своей карьеры он был оппортунистом Работал с Собчаком, работал на Ельцина Намного позже в своей карьере он двинулся в ином направлении Но вернемся к Чубайсу Анатолий принадлежит к той либеральной технократической элите Которая всегда считала, что лучший способ сделать Россию прозападной страной Это сначала провести экономическую модернизацию Что приведет к модернизации политической и, наконец, к демократии Но Чубайс работал с националистами Ведь даже Ельцин вовсе не был либерал-демократом У Ельцина были националистические популистские идеи Чубайс фактически заключил с националистами сделку Думая, что тактически это правильно Он заключил сделку с Путиным И работал Вы же знаете, он возглавлял Роснана много-много лет И это всегда было его аргументом Я помню, когда я был послом, он приводил этот аргумент И пользовался большим уважением среди таких людей, как Греев, Набиуллина, Шувалов В их тусовке И вот он, один из их лидеров, уходит, решив, что не может поддерживать войну Все бросает Я не знаю, что Чубайс собирается сделать в Стамбуле Но для меня это очень сильный сигнал Я знаю, что другим не хватит смелости сделать то, что сделал он Но многие, многие думают так же, как он Майкл, вопрос санкций Президент Зеленский пригласил вас помогать Украине В вопросе анализа санкций, их работы Понимаю, что еще, наверное, мало времени Но какие уже есть у вас выводы и знания по этому поводу? Я не буду много говорить о том, что делаю лично я Но у нас есть неформальная, неофициальная рабочая группа Куда мы собрали ведущих мировых экспертов по санкциям Тут американцы, европейцы и даже несколько русских Тех, что живут сейчас за границей и не могут жить в путинской России Мы все верим, что каждую неделю нужно вводить все больше и больше санкций Каждую неделю Я написал статью вместе с вашим экс-промьер-министром Алексеем Гончаруком Мы написали ее год назад И там есть мысль, что ошибка с санкциями в том, что они слишком стабильны Просто Запад вводит санкции и больше ничего не делает И наш аргумент в том, что новые санкции должны вводиться каждую неделю Чтобы продолжать оказывать давление на Россию То, что мы написали, это было до войны А сейчас тем более важно, чтобы каждую неделю возникало новое давление Наша задача Подумать о более креативных способах сделать это Мое правительство на днях объявило о новых санкциях и я приветствую их Особенно важны блокирующие санкции против Сбербанка Я бы хотел, чтобы они были введены еще 6 недель назад, но лучше поздно, чем никогда На следующей неделе должны быть новые санкции И через неделю тоже Самое эффективное давление Это ударить по нефти и газу Нефть и газ Это прямая субсидия путинской машины для убийств Это очень просто Когда мы отправляем нашу твердую валюту в Россию Мы на пару с российскими военными убиваем невинных украинцев И нам нужно видеть прямую причинно-следственную связь Мы платим Путину, он платит своим солдатам Его солдаты убивают украинцев И это должно немедленно прекратиться Многие европейские лидеры и даже многие американские лидеры говорят Что мы не можем себе этого позволить Это будет слишком дорого, инфляция и так далее Я твердо убежден, что это ложный аргумент Что есть много креативных способов сокращения выплат для России Мы можем поговорить о них, если вас интересуют механизмы Но я думаю, что это ложное представление Мол, санкции против России приведут к экономической рецессии на Западе Это неправда, я думаю Что я еще хотел бы сказать Я вижу это в моей стране, я вижу это в Европе Общество опережает политиков В ходе наших публичных выступлений Мы объясняем американцам, что если мы заплатим за бензин немного больше То тем самым поможем победить этот злой режим И американский народ поддерживает меня На прошлой неделе я был в Южной Дакоте Это аграрная Америка Мы называем такие штаты красными Они поддерживают президента Трампа, а не президента Байдена И я демократ, который работал на Обаму Пошел туда говорить о путинской войне Когда я называл там имя президента Зеленского И сказал, что он герой Все три тысячи человек взорвались аплодисментами Люди у вас в Украине должны знать Какой героической фигурой многие из нас считают вашего президента Речь не только об элитах Но и обо мне и о людях в Аграрной Южной Дакоте Три тысячи людей оттуда не дадут соврать Когда я объяснил этой толпе, зачем нужны еще санкции Все согласились Думаю, политики должны поддержать общество Особенно в том, что касается нефти и газа И в том, что нам нужно делать гораздо больше И гораздо быстрее, чем мы делали до сих пор Российский специалист Наталья Зубаревич Вы знаете, такая, наверное, есть Она говорит о том, что да, санкции Да, крупные города страдают Да, безработица Но этот режим таков, что телевизор все равно победит холодильник Спасибо, что напомнили мне об этом Мы с Натальей знакомы и были в составе рабочих групп Когда я имел отношение к московскому центру Корнеги У нас было много совместных встреч Как вы знаете, я в санкционном списке Путина Я там с 2014 года С тех пор я не был в России Но довольно регулярно общаюсь со многими россиянами Я бы отметил две вещи Во-первых, не все русские думают одинаково Поэтому говорить о том, что телевизор борется против холодильника Это слишком упрощать Есть миллионы россиян, которые не смотрят телевидение Давайте будем честными Мы знаем это из опроса общественного мнения Я написал несколько книг о российском общественном мнении Важно понимать демократические различия внутри России Скематично Чем в более сельской местности вы живете Чем меньше вы образованы Чем меньше у вас денег И чем вы старше Тем больше вероятность того Что вы будете смотреть Путинскую пропаганду Кремлевские телеканалы И тем больше вероятность того Что вы будете поддерживать Путина Верное обратное Чем больше то место, где вы живете Похоже на город Чем вы образованнее Чем больше у вас денег И чем вы моложе Тем больше вероятность Что вы не будете смотреть телевизор Будете черпать информацию из интернета И не будете поддерживать Путина Это основное разделение его электората Они не все одинаковые Второе, что нужно помнить Это очень дорого И очень опасно Сегодня выражать свои взгляды о Путине И войне Чревато 15 годами тюрьмы Даже слово война нельзя произносить И вот когда мы читаем опросы общественного мнения А я хорошо знаю все эти компании Господин Левада был моим другом Так вот, я хорошо знаю все эти группы И я думаю, что нам нужно быть очень осторожными Читая эти опросы Как сказал мне один из моих друзей и журналистов Майк, это как проводить опрос в ГУЛАГе Представьте, что вы спросите у узников ГУЛАГа Что вы думаете о своих соковерниках А что о солдатах и охранниках Ну конечно вы скажете, что поддерживаете их Зачем вам высказывать свое честное мнение Когда это может привести только к наказанию Ну и кроме всего прочего важно помнить У Путина действительно есть сильная лояльная база Которая была ему верна на протяжении многих Многих десятилетий Вы всегда сохраняли веру в хороших людей в России Это я заметил как ваш читатель Ваших социальных сетей Сейчас на днях закрыли мемориал Последний оплот правозащиты в этой стране Там остаются какие-то свободные силы за демократию Что им делать? Уезжать? Молчать? Приезжать в Украину? Бежать в Россию? Бежать из России в Европу? Это критически важный и сложный вопрос На который у меня нет хорошего ответа Я хочу еще раз сказать честно Я куда менее оптимистичен в отношении российского общества Чем тогда, когда я о нем писал Потому что я в шоке от того, что кто-то может поддерживать эту войну Ладно, бабушки в Сибири, меня нет, я в домике, меня это не интересует Но я в шоке от того, сколько людей То ли от страха, то ли по убеждению Имея доступ к настоящим правдивым медиа Предпочитают не говорить об истине открыто Все это заставило меня переосмыслить мое собственное понимание этого общества 20 лет пропаганды и изоляции могут оказать на него глубочайшее влияние Чтобы устранить последствия этого влияния, понадобятся десятилетия Напоминает сталинизм, да? Требовались десятилетия, чтобы избавиться от сталинизма Тут та же ситуация, десятилетия И нет никакой гарантии, что они будут от всего этого избавляться Знаете, 10 лет назад, когда я был послом в России Я тоже считал, что Путин был случайным президентом Не было миллионов людей, которые требовали от него стать президентом Ельцин выбрал его, а ведь мог выбрать кого-то другого Например, Бориса Немцова, который был одним из тех Кто мог бы стать президентом в 2000 году В том случае, российская история наверняка пошла бы по-другому Если вы верите в это, то это говорит о том, что эти вещи не высечены на камне И что они могут меняться со временем Тем не менее, я не большой оптимист Вряд ли в ближайшее время все изменится Тем более, многие лучшие люди уехали из Путинской России Как вы правильно заметили, им там не место Сейчас они здесь, в Пало-Альто, в Эстонии В Грузии Они ищут работу по всему миру И это те люди, которые вы хотели бы видеть И это те люди, которых вы хотели бы видеть в России Есть те, которые приняли решение не уезжать Илья Яшин, например Он лидер российской оппозиции И он недавно сказал в интервью Что большинство его друзей уехали Но он решил остаться, чтобы попытаться бороться за правильные вещи Мы должны восхищаться такими людьми Их мужеством Не питая никаких иллюзий по поводу их способности Изменить Россию в ближайшее время И последний вопрос, Майк, чтобы вас уже отпустить Вы человек большого энтузиазма И когда вы были послом в России И сейчас как профессор И вас на этой встрече, о которой вы рассказывали Вам задали вопрос, как ваша вера помогает вашему Вашей работе, вашей деятельности Я бы хотел вас спросить Как и как вы, как продолжать верить в демократию В такие тяжелые времена Ну, во-первых, я хочу еще раз честно сказать Что эти недавние события действительно настолько обеспокоили меня, что заставили переосмыслить некоторые из моих гипотез и убеждений Я хочу быть честным в этом И, конечно, тот оптимизм, который у меня был по поводу демократии 30 лет назад Когда я впервые приехал в свободную Украину Когда я считал возможными и демократическую Россию И демократическую Южную Африку Кстати, 30 лет назад Это были действительно чрезвычайно оптимистичные времена Сейчас мой анализ куда более взвешенный Учитывая то, что происходит в России Что происходит на Украине И даже учитывая то, что происходит с демократией прямо здесь, в США Но позвольте мне сказать две вещи Я все еще считаю, что идеи демократии лучше Чем самодельные идеи диктатуры Я думаю, что у нас есть много историй, чтобы поддержать эту гипотезу Демократия лучше обеспечивает свободу, безопасность, экономическое благополучие по сравнению со всеми альтернативами Вы знаете, Черчилль как-то сказал, что демократия – это ужасная система правления, но остальные ведь еще хуже Я по-прежнему считаю, что демократия дает идеальную нормативную защиту Идеи демократии лучше И они обеспечивают лучшую безопасность, лучшее благосостояние Именно поэтому Путин и хочет уничтожить украинскую демократию Это украинская демократия и свобода, угрожали Путину А не расширение НАТО и другие бредовые теории Это свобода и демократия угрожали ему Это абсолютно очевидно И второе, что я хотел бы сказать Если вы верите в историю, культуру И у вас есть своего рода марксистский взгляд на экономику Тогда вы верите в то, что люди не имеют значения Но я верю в обратное Люди имеют значение И мне посчастливилось в жизни встретить некоторых героических личностей Я знаю, что он очень противоречивая личность в Украине из-за его высказывания о Крыме Я думаю, что он был в этом неправ Я встречался с Алексеем Навальным Я знаю Навального, он, на мой взгляд, героическая фигура Но самая героическая фигура, которую я встречал в последнее время, это президент Зеленский Я имел честь принимать его здесь, в Стэнфорде В сентябре он был первым президентом Украины, когда-либо приехавшим в Калифорнию Он произнес свою единственную публичную речь в моем униституте, в Стэнфорде Это была огромная честь Кстати, он повел с нами целый день Он очень любит Стэнфорд Он сказал, что у нас действительно классный кампус Мы говорили о сотрудничестве Вы знаете, у Стэнфорда много связей с Украиной Мы работаем с украинцами уже 20 лет У нас тесные связи Фрэнк Фукуяма, Стив Пайп, Ларри Даймонд часто ездили в вашу страну И в самом Стэнфорде по разным программам учились 300 украинцев Мы всегда знали, что борьба за независимость и демократию, которую вы ведете, это самая важная борьба в мире Мы так думали 20 лет назад Но сейчас, когда я вижу господина Зеленского Я использую его просто как метафору для всех героев Украины Когда я вижу героические действия Зеленского, украинских солдат Украинских матерей, украинских детей Таких журналистов, как вы, которые делают репортажи в чрезвычайных условиях Это вселяет в меня надежду Потому что я действительно думаю, что люди имеют значение Я вижу многих украинских героев И они вдохновляют меня делать все, что в моих силах Все возможное, чтобы помочь этим героям победить Спасибо, Майкл Ждем вас в Украине после победы и окончания этой ужасной войны Спасибо вам за все, что вы делаете Слава Украине! Героям слава! Это был Майкл Макфол Американский ученый, политик, дипломат Человек, который поддерживает Украину В каждом своем выступлении и каждым своим действием Такие же будут и все остальные наши гости Смотрите нас в рамках телепроекта Freedom Я с Акеной Мурзаев До встречи!